Всем здравствуйте! Сегодня я хотела бы показать свои петунии. Сейчас у нас 1 декада августа и небольшой обзорчик своих петуний. Перед вами лекитативная петуния. В начале июня я вам уже снимала ролик про петунии. Сейчас данная петуния выглядит вот так. Это один куст, посажен в кашпо. Это горшок на самом деле керамический, наверное объемом литров 30. И вот здесь одно растение. К сожалению, название данной красотки я не знаю, но это точно лекитативная петуния. Очень много поступает вопросов по поводу того, как сейчас допустим покормить петунии или делать так, чтобы как-то немного реанимировать. Конечно, присылают подписчики или гости моего канала свои фотографии, но видя эти фотографии, к сожалению, ничем, видимо, уже петуниям помочь невозможно. Я хочу рассказать про свой ухуд. Вот конкретно вот данным кашпо, ну во всех кашпо заложен осмокот. Обязательно я использую осмокот на 3-4 месяца, потому что, мне кажется, он отдает больше своих микроэлементов азота фосфора и калия, чем осмокот на 5-6 месяцев, потому что я, в общем-то, сажаю петунии в мае и уже с некоторыми прощаюсь в конце августа, поэтому конкретно для меня нет смысла использовать осмокот на 5-6 месяцев. Ну, у каждого свои условия, свой регион проживания и так далее, поэтому здесь все индивидуально. Также хочу отметить, что, конечно, одного осмокота на весь тьюд недостаточно. Растению в течение, допустим, тех же 3-4 месяцев еще нужны дополнительные листовые подкормки. Это обязательно. Если их не производить, возможно, что так они выглядят шикарно и не будут. Я произвожу подкормки, как я уже говорила, Рафифарм плюс Мегафол или Максифол Динамикс плюс Плантофит, Плантофол, либо другое удобрение, та же сертика тоже подходит. И желательно также хотя бы один или два раза пройтись препаратами против вредителей или еще и желательно обработать против различных бактериальных заболеваний. Ну, на самом деле, я всего лишь один раз обрабатывала препараты хорошие, системные и, в общем-то, пока больше не требуется обработка. Ну, вот с такой красотки я хотела начать. Дальше я хотела бы вам показать и подробнее остановиться на новых петуниях, новых гибридах этого года. Это серия петуний Дот-Старая. Перед вами еще одна вегетативная петуния. Я ее тоже вам показывала уже в обзоре, в июньском обзоре. Вот так она сейчас выглядит. Все те же подкормки, осмокот и листовые подкормки. В июне я сделала их с интервалом в неделю. Сейчас, конечно, уже раз в месяц чаще. Вероки не доходит, честно говоря. Так это выглядит. Это тоже вегетативная петуния. Название, к сожалению, не знаю. Сразу хочу сказать, что я не занимаюсь реализацией, не выращивая на продажу вегетативную петунию. На моем сайте можно приобрести просто обычные семена петунии и других цветов. Вегетативной петунией я не занимаюсь. Ну, и главное перейдем. Вот это петуния. Это петуния, новейший гибрид Дот-Старк-Дарк-Вайлетт. Выращенный семян. Семена я сажала достаточно поздно, наверное, в начале апреля. Но вот так вот она цветет. Сразу хочу обратить ваше внимание. Наверное, начнем с недостатков. Не очень мне нравится куст. Смотрите, он как бы почему-то, вот, куст наклоняется, вот у всех, что у меня есть растение, они почему-то наклоняются в одну сторону. Ну, то есть, вот, в кашпу он сидит, наверное, в 10-литровом. И они как-то почему-то все на один бок. Достаточно высокий у них рост. Вот это тоже не есть хорошо, да, в отличие от вот этой такой приземистой. У этой все-таки она достаточно высокая. Даже я ее прищипывала, все равно она вот как-то вот в высоту идет. В расцветках, как вы можете видеть, варьируется от погодных условий, изменения, там, жара-холод. Вот на одном растении могут быть и такие цветочки, и вот такие. Ну, я не считаю, что это прям сильный какой-то недостаток. Наоборот, мне нравится, что они все разные, но, тем не менее, такое есть. Потому что это не вегетативные петунии. Вегетативные петунии, они четко сохраняют свой окрас. И вот такого уже не бывает на вегетативных петуниях. Они все одинаковые цветочки. Здесь это семенная петуния. Этот гибрид в продажу поступил в конце 2019 года, но для более массовой реализации он был с начала 2020 года. У меня, я сейчас, кстати, посмотрела, многие сайты уже предлагают эти петунии, ну, я имею в виду агрофирма. У меня семена престижевские. Престиж семена. И также планирую, скорее всего, у них брать на посадочный сезон 2020. 21. Посмотрите, два куста. Дод стартарк файл. Один вот такой. А один из этих же, вот, из одной пачки поселения. Посмотрите, у него вообще, вообще, краб практически отсутствует. Какой вот здесь вот, и какой вот здесь вот. Стоят, ну, вот этот куст на более солнечном месте. Вот это растение. Здесь есть притяные. Возможно, на более ярком освещении и крапов меньше. Но это мои предположения. Со стопроцентной гарантией я это не могу сказать. Однако же, вот, посмотрите, два растения. Какая разница по окраске из одного пакетика. То есть, вот, покупая эти семена, вы должны понимать, что может быть и такой вариант, и такой вариант. Я думаю, что это все-таки зависит еще жара, холод, где стоит конкретно, выращивается петуня. Ну, конечно, это, обе они посажены в кашпо. Вот это, наверное, здесь, даже в 20-литровое. Вот это вот растение в 5-литровом кашпо. Хотя по росту, да, по самой форме, оно особо так, ну, прям сильно не отличается. Но, тем не менее. Дальше хочу вам показать Дот Старк Вайлет. Ой, Дарк Пинк, да. Дот Старк Дип Пинк, правильно называется. Дот Старк Дип Пинк. Посмотрите, тоже одно растение. Такие и такие цветочки. Но, вот это растение, оно не такое высокое, как Дарк Вайлет. Оно более приземистое и по лучшим шире идет. Вот, это куст посажен у меня в землю. Это не кашпо, это в земле сидит, на газоне. Вот. И, вот вы сами можете видеть, вот такую расцветочку. Очень похоже на вегетативную петунию. Забыла название. Точная. Но, есть такая вегетативная петуния, кто занимается петуниями, конечно, знает. Но, вот, вот эта вот семена петуния. Дип Пинк. Вот такие у нее цветочки. На самом деле, мне Дип Пунк понравился больше, чем Дарк Вайлет. Ну, не знаю, по мне, это более праздничный цветок какой-то, светлый такой вот весь. Ну, у каждого предпочтение разное. Вот, ну, мне понравилось, конечно, это растение гораздо больше. Мне кажется, оно, по мне, более эффектно. Тем более, если вот такой вариант, да, он не столько эффектный. А вот это прям вообще брызги. Да, и вот эти пятнышки брызги меняются тоже в зависимости от погоды. Единственный, ну, минус здесь, из минусов, мне кажется, у Дип Пинка поменьше. Потому что у них как-то цветы вот более равномерно окрашены вот в эти вот белые крапинки и брызги. По мне, ну, как-то вот смотришь, он более однородный. Дарк Вайлет все-таки он очень варьируется, очень. Вот, у меня еще есть кусты в другом месте. Кстати, там тоже меньше белого, все-таки больше вот этого пурпурно-фиолетового оттенка. А вот Дип Пинки, они как-то более ровно цветут. Ну, я говорю, здесь кому что нравится. Вот на сравнении, да, цветы. Очень хорошо то, что, ну, я имею в виду, конкретно в этой серии петоний, этих гибридов, они отлично восстанавливаются. После дождя, ветра, всяких вот этих климатических, таких очень хороших условиях, реально восстанавливаются, они очень хорошо. Ну, теперь свою красоту хочу показать тоже из семян. Это я тоже уже показывала. Петония, рубиновая свадьба-смесь. Вот в ней вот такая вот окраска. И тоже более пурпурная. Ну, честно сказать, в смеси мне понравилась вот эта белая. Огромные цветы, просто огромные. Почему-то в пурпурной, вот в рубиновой такой окраски, цветы гораздо меньше. И она не такая эффектная. Это тоже одно растение. Вот с тивитровым кашпом. Очень эффектная. Белая очень эффектная. Отлично восстанавливается. Отлично. Вот эта серия рубиновой свадьбы, это тоже престиж семена. Но белая, это просто невероятной красоты. Причем не надо особо гнаться там за какими-то дорогими пакетиками. И вот по стоимости бюджетный вариант, а красоты вообще я не знаю, насколько. Просто все ахают, когда видят. Это все одно растение, посажено в 20-литровое кашпо. Те же подкормки, осмокот, плюс листовые подкормочки. Питунья стойкая, практически не болеет. Я даже ее, кстати, ничем не обрабатывала. Не против болезни, не против вредителей. Очень такая у нее, видимо, хороший иммунитет. И вообще, как бы даже, ну, я ее вообще ничем не обрабатывала. Только в добрялке и в космокотик. Я думаю, что она еще поцветет. Сейчас первый декад августа. Ну, я думаю, что она еще будет достаточно долго. Ну, я ее, как и в сектуле, конечно, уже прищипывала. Но сейчас я уже все прищипки прекратила. Еще одна красотка из семян. Название, к сожалению, не смогу сказать. Но это тоже питунья из выращенной, из семян. Что нравится у этой питуни? Она как-то разрастается в ширь и чуть покомпактнее, чем вот эта. Но это она еще, видите, у нее ветки в высоту идут. У этой питуни только в ширину. Мне нравятся такие питни. Тоже ничем не обрабатывалось против вредителей. Но, к сожалению, вот что-то я упустила, не сохранила этот пакетик. Но это тоже вот семян из недорогих. Это совершенно семян. Вот, пожалуйста. Сами можете увидеть и наблюдать. Вот такой обзорчик я для вас сделала. Решайте сами. Показала новые гибриды. Реально, как они выглядят в саду. Уход у меня за ними без фанатизма какого-то. Есть время обрабатываю по листу, листовую. Нет. Сейчас, я говорю, я уже практически прекратила ничего не обрабатываю. Уже как они цветут, как вот есть это все. Так вы можете сами это все сделать. С вами была Ирина. Мой канал Цветочные мечты. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И я все жду вас в гости на просмотр моего следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok